Всем привет на канале Александр Эмбрест Сегодня к нам в гости попала болгарочка GVS1125CE В этой болгарке сработали предохранители в щётках Человек достал предохранитель поработал на тех щётках и потом как-то на досуге заменил щётки на новые оригинальные и после этого болгарка начала очень сильно искрить и прерывисто работать сейчас покажу как первое на что можно грешить видя такие симптомы это подвисшие щётки проверяется это очень просто я уже проверил щётки здесь не подвисли поэтому сейчас мы достаем якорь проверяем обмотки и если они целы то мы с вами кое куда съездим кстати говоря если кому-то интересно посмотреть видосик о подвисших щёточках можете пройти по ссылочке в описании и всё увидите выняли якорёк сразу смотрим на состояние магнита если он у вас лопнувший или прокручивается то тоже может болгарка работать неадекватно в нашем случае он в идеальном состоянии поэтому переходим к проверке обмоток статора сопротивление одинаковое теперь проверим пробой на корпус пробоя на корпус нет осталось нам проверить якорь для начала замеряем сопротивление между ламелями оно должно быть одинаковым ну и последнее давайте проверим пробой на корпус есть или нет думаю не будет тестер не издал ни звука а он сейчас стоит на прозвонке короче говоря щётки не подвисли магнит целый статор целый якорь судя по параметрам практически идеальный так чё ж он искрит то а пишем свои предположения в комментариях и буквально через пару минут мы узнаем в чём причина такой работы так значит для дальнейших манипуляций нам надо достать якорь из корпуса редуктора поэтому давайте откручивать после того как передняя часть корпуса снята откручиваем гаечку и достаем якорь здесь нам понадобится ключик на 10 якорёк выняли поэтому можно стартовать и думаю многие догадались что я поехал к местному бербраеру для того чтобы подправить проблемную деталь на нашем якоре а именно коллектор кстати приглядитесь к нему повнимательнее насколько неравномерно меняется его цвет при проточке это нам довольно наглядно показывает насколько он был кривой черного цвета естественно раковинки а цвета меди уже проточенный красивый коллектор после такой проточки болгарка должна работать замечательно ну вот мы наш коллектор и проточили стал он красивеньким ровненьким что важно и давайте устанавливать его в болгарку ну естественно проверять но перед тем как устанавливать давайте еще разочек полюбуемся на него красота ладно смотреть можно долго берем корпус редуктора в который заблаговременно вставлена шестерня и вставляем якорь затем закручиваем гайку зажимаем без фанатизма затем чуть-чуть лубрикантика на резиночку дабы ничего не стало на перекос и вставляем сие чудо в корпус электрики вот так ну и естественно прикручиваем сразу поставим переднюю часть корпуса редуктора с шестеренкой ведомой как всегда перед тем как закручивать обязательно покрутите завал для того чтобы убедиться что зуб не попал на зуб и только после этого закручивайте ну и конечно же устанавливаем щетки в заблаговременно почищенные шахты ну вот мы наше чудо техники и дособирали поэтому давайте проверять депутат думаю всем было прекрасно видно что болгарка работает вполне себе адекватно и не дергается при этом Красота Однако я уверен, что сейчас кто-нибудь напишет Так она шискрит Именно для таких товарищей Открою страшную истину Когда ставишь новые щётки на якорь Пятно контакта довольно-таки небольшое Поэтому пока щётка не притрётся к коллектору Да, будет небольшое повышенное искрение Это нормальное явление для коллекторного вот такого двигателя Когда болгарочка поработает немного И щёточка станет ровно-ровно по форме коллектора И искрение станет совсем-совсем минимальным Практически незаметным Надеюсь, заблаговременно ответил на тот вопрос Который, я уверен, хотел кто-то там задать Так, чё там Вот, кстати говоря, по поводу дёрганий Почему болгарка дёргалась? Потому что коллектор идёт волнами И на больших оборотах щётка просто подпрыгивает И в этот момент прыжка контакт теряется И из-за этого получаются такие вот дёргания и повышенное искрение Значит, опять же, хочу сразу предупредить Проточка коллектора это не панацея Она помогает не всегда Если у вас, допустим, ламели уже повываливались Точи-не-точи, якори уже как бы гега всё равно Именно в таких случаях Когда просто деформирован коллектор Проточка помогает Если кто-то хочет посмотреть более подробное видео О проточке коллектора Обращайтесь к Дмитрию Бербраеру Я думаю, он вам не откажет И от меня заодно привет Передавайте Значит, теперь Почему происходит деформация коллектора Иногда это происходит из-за того Что ставят, допустим, какие-то нефирменные Калечные щётки Раз Второе Неправильных размеров щётки Допустим, здесь стоят щётки 5х10 А вы, к примеру, поставили 5х8 Естественно, они неравномерно будут стирать коллектор Помимо этого Когда, допустим, щёточка дорабатывается до провода Иногда деформируется коллектор довольно серьёзно До пружинки-то это вообще понятно, я думаю, и так Можете в минутках вандализма посмотреть, что с коллектором происходит Маленькую деформацию Очень маленькую и незаметную Оставляет после срабатывания предохранитель Он же выстрел Вот, ну, короче, ладно Что-то я разговорился Я надеюсь, что видосик был полезным Поэтому подписываемся на канал Делимся этим видео Ну и хватит Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...